Добро пожаловать на Бивак! Здесь рады всем! Сегодня хочу поделиться рецептом быстрого, ленивого, называйте как угодно лагмана, но его реально приготовить за 10-15 минут, и многие даже не почувствуют разницу. Я потратила изрядное время в поисках подобного рецепта в интернете, но максимум по запросу ленивый или быстрый лагман, выдавались рецепты, в которых просто не готовим лапшу, используем готовую или вообще спагетти. В этот раз я решила приготовить лентускую лапшу яичную как раз для лагмана, и, кстати, осталась довольна. У меня время растягивается до 10-15 минут по той причине, что у меня всего лишь одна конфорка, ну, в смысле, плитка, поэтому я готовлю по очереди. Сначала отвариваю лапшу, потом, соответственно, готовлю основу. Далее приступаем к абсолютно обычной готовке лагмана, наливаем масло и начинаем обжаривать овощи. В чем фишка быстроты этого быстрого рецепта в том, что мы используем замороженную смесь. Отлично подходят замороженные смеси типа паприкаш или венгерская, которые содержатся в разнообразии овощей, которые близки к тем, которые используются при приготовлении лагмана. Также солим по вкусу и добавляем любимые приправы. Это могут быть хмели, сунели, те, которые вы используете для лагмана. В моем случае это готовая смесь для лагмана, которая отлично подходит и тоже делает наш рецепт очень быстрым. Что касаемо мяса, в данном конкретном случае я использовала смесь тушенок из прошлого моего видео, потому что она у меня была. Но круче всего подходит тушенка из баранины, либо из конины. Она дает более аутентичный вкус. Также как лайфхак для тех, кто любит более такой насыщенный, наваристый вкус, можно использовать уже готовый бараний бульон. Для остроты обычно добавляешь ирачу, либо аджику. Меня немножко угнетает, что сейчас, если где-то покупаешь лагман уже готовый, где ее готовят в узбечках или в других местах, есть нюанс. Почему-то, видимо, ориентируясь под наш рынок, ребята делают лагман, ну, не острым, не пряным. А в этом-то вся и суть лагмана, чтобы он был восточный, пряный, вкусный. Добавляем оставшиеся приправы, зелень, все, что вы любите в лагмане. И заливаем это водой. И продолжаем готовить еще минут 5. Если вы уверены, что прямо сейчас всей семьей съедите прекрасный лагман, можно прямо туда непосредственно добавить лапшу и в ней приготовить, чтобы подать. Это еще больше ускорит данный рецепт. Примерно по такой же технологии мы всегда в походах готовили и готовим лагман. Пока основа лагмана доходит, можно уже потихонечку приступать к сборке. Конечно же, мы сначала добавляем непосредственно лапшу, а потом мы будем заливать бульоном. Но есть еще одна фишка. Можно не наливать воду, а прямо в нашу с вами основу без воды добавить лапшу. И это все прожарить в стиле вог. И получится жареный лагман. Вот еще один короткий крутой рецепт. Конечно, такой лагман вряд ли может посоревноваться с лагманом моего папы. Либо если у кого-то вас готовят родственники. Если честно, я бы сказала, что с некоторыми заведениями вполне себе посоревноваться может. И является очень вкусным, насыщенным и очень быстрым рецептом. Вот когда просто хочется восточной кухни, раз, быстренько, чтобы вкусненько. И вообще, очень удобно. Тушенка у тебя стоит просто где-то в закромах. В морозилке у тебя лежит смесь, всегда это венгерская. И ты можешь так раз-раз-раз и быстро сделать. Еще, кстати, можно добавлять любые допы. Вот кто-то любит лагман, например, с картошкой. Напишите в комментариях. Картошкой вы любите любез, потому что это целый холивар. Можно добавить картошку, можно добавлять помидоры. Здесь уже все зависит от того, какой рецепт вы любите. И какой вкус лагмана в каком сочетании вам нравится. Очень надеюсь, что данный рецепт впечатлит и вдохновит многих на то, что можно просто быстро приготовить лагман, когда вам этого захотелось. Также в моей поваренной книге есть много быстрых рецептов разнообразных блюд. Например, плова. С радостью буду делиться ими с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно для продвижения и для обратной связи, чтобы я понимала, что вам полезно и интересно знать, как готовить вкусно, правильно и еще при этом экономить время.